Привет, ребят! Вы на канале Маврин Футбол Коуч. И, конечно, пришло время хайповать по полной программе. Наверное, только незрячий, глухой и человек, который не живет на этой планете и в России, не уже обсудил и не рассказал, какие же футболисты косолапые, кривоногие сборной России, почему вылетели и так далее и тому подобное. Выскажусь и я в числе последних. Поехали! Итак, пока я нахожусь в Новороссийской футбольной программе «Фудскилл», на мне крутая футболка «Бамбишн Тим», поговорим о матче и в целом о манере. На самом деле, случилось что-то страшное или сверхъестественное? Конечно же, нет. Я не знаю людей, которые там чего-то надеялись, там что-то ждали. У меня были вполне себе реалистичные какие-то ожидания о том, что шансов на выход из группы катастрофически мало. И плюс к тому еще навсего, плюс к тому, по игре была полная печаль и тоска. Объясню почему. Поэтому манера игры с одним нападающим, с Артемом Дзюбой, какой бы он великолепный, крутой, не был футболист, наверное, пик его игры и пик его игры в сборной, в том числе, был вот как раз-таки на чемпионате мира. Сейчас он уже слегка не тот. Соответственно, манеру игры желательно было поменять. Почему? Потому что у нас есть достаточно техничные игроки в центре поля, которые играют в европейских клубах, в российских топовых клубах. Но, так как манера и схема была направлена на то, что грузина, Дзюбу и там что-нибудь заковыряем, заковыряли всего лишь один гол и какой гол? С короткой завязки. То есть никаких длинных там передач не было в тот момент, когда Миранчук сбивал гол. Поэтому я бы, наверное, на месте Саламыча посадил бы Дзюбу, но тогда бы был дикий, наверное, резонанс, потому что лидер, капитан и так далее. Но тогда можно было бы спасти всю игру, поменять манеру, но не ставить такого же плана игрока в виде Соболева, а посмотреть и сделать что-то кардинально новое. То есть обкатать какую-то манеру дополнительно. Не только план А, но и план Б, С, Д и так далее, и так далее. Оказалось, плана этого не было. И на выходе мы имеем то, что Дзюбы нет, но он там выиграл какие-то единоборства, но толку от них прям очень было мало. И те игроки, которые должны были брать на себя, Головин, потом Миранчук, потом Аздоев, Кузяев, в общем, все достаточно техничные, быстрые и игроки, которые могут играть спокойно в комбинационный футбол. Они стали заложниками этой манеры и просто растворились полностью в матче сборной. Вот во всех. Сказать, что они ярко как-то себя проявили, абсолютно нет. Плюс дополнительный момент, какой я заметил, это то, что сборная была полностью неготова. Потому что с самой первой игры начались травмы. Травмы происходят от чего? От неготовности. Организм не готов к таким нагрузкам, к такой динамике, к такому футболу психологически, морально и физически. И начинает искать выход. Выход самый простой найти, это получить травму. Как, чего, это уже дело третье. Организм, вот, Юра Жиркова спас, потом Фернандес, Кузяевы. И это все вот эти вот накладочки, они как раз таки идут от неготовности. Можно кричать и говорить, да нет, 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 это гипер желание. Нет, ребят, это, к сожалению, неготовность. И что мы имеем на выходе? Нет игры, нет результата. Кого-то это удивляет? Нет, у нас игры особо не было и на чемпионате мира 2018 года. Но зато был результат, и результатом все были довольны. А сейчас, когда игры и не было, результат пропал, и все такие, ах, они козлы, козлы такие. Камон, ребят. Вот, вы просто смотрите в корень зрите. Вот, победа и результат, это вот, да, там, можно какими-то способами ее получить. Мы молчим, как это было там в 2018 году, с помощью каких моментов тянули сборную России. Вот, и то даже здесь, в этом матче, такой пенальти поставили, ну просто слезы сплошные. Поэтому, ребят, хейтить смысла нету. Сборная все, скорее всего, Черчесов вместе с этой сборной тоже все. Вопрос, что делать дальше? А дальше пропасть. Новых молодых нету, подпитки никакой. Вот, старые уже на сходе. Что делать? И как с этим быть? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В общем, все. Тезисно, коротко все рассказал. Будь на связи, подписывайся на канал. Всем пока-пока.